В рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд по пресечению фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. Каждый остановленный автомобиль был осмотрен, а его хозяин получил рекомендацию и памятку с основными положениями законодательства по вопросам управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С начала текущего года на территории Брестской области к ответственности привлечены около 500 нетрезвых водителей. Стоит отметить, что только на территории города Бреста и Брестского района к ответственности привлечены 110 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время при наличии этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно штраф 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. С выше 0,8 промилле штраф 200 базовых величин и лишение на 5 лет. Как показало рейдовое мероприятие, все водители, остановленные инспекторами, находились в трезвом состоянии. Они прекрасно понимают опасность нетрезвого вождения и поддерживают жесткие нормы законодательства по отношению к лицам, которые рискуют не только своим благополучием, но и жизнями других. Скажите, по-вашему, как можно бороться с такими водителями? Профилактика и агитация в обществе. Однозначно это как минимум самые действенные способы. Ну и наказание. Они, конечно, менее действенные, но тем не менее. А как вы поступите, если заметите, что автомобильным управляет транспортный водитель? Ну, как минимум, надо попытаться исключить его движение в транспортном потоке, ну и в ГЕ обратиться. Я думаю, что нужно уже по-любому решать прав. Потому что если человек сел один раз, он сядет и второй, и третий. Мне кажется, сейчас доступно такси, оно не так дорого стоит, допустим. Ты вызвал и поехал себе спокойно. Когда человек выпьет, то ему кажется, что он будет безнаказанным за это. Когда он трезво, он не думает, что он пьяным сядет за рулем. Когда уже выпьет, то он не отвечает за свои действия. Работа по предупреждению подобных преступлений будет продолжена. Важно, что как можно больше водителей были не только осведомлены, но и соблюдали основные требования законодательства.